Книга «Открытым оком», второй том, тема литературы, вопрос 828. «Почему вы не советуете читать книги? Ведь не все книги плохие. Некоторые учат чему-то хорошему», – отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Вы не совсем поняли то, что я говорил. Повторяю еще раз. Каждую библиотеку нужно безжалостно резать на три части. Одну часть, безусловно, уничтожать и никому не давать читать. Это Дидро, Руссо, Вольтер, Губельман, Забавная Библия, Кассиль, Ленин, Маркс, Гитлер, еретическая литература, Колдовская, Рерихи, Блаватская, Порфирий, Иванов, Даниил, Андреев и прочая мерзость. Деяния 19.19. А из занимавшихся чародейством довольно многие, собрав книги свои, сожгли перед всеми и сложили цены их. И оказалось их на 50 тысяч драхм. Вторая часть безразличная. Можно сдать букинистические магазины. Это книги по профессии, иногда доставшиеся от уже умерших и стоявшие без дела по искусству. Третья часть классика – мировая поэзия. Высоконравственная, религиозная, православная. Историческая, словари о природе. Все это может быть и на различных языках. Вот это сохранить. Отчего мне так грустно бывает порой, и глаза застилают мне слезы? Оттого, что я вовсе покинут судьбой. Или мне жаль, что минули грезы? Ничего мне не жаль, ни судьбы и ни грез. Грезы вновь все ко мне соберутся. И тогда, как весною листва у берез, Струны лиры моей стрепенутся. Жаль мне лишь одного, что не могут понять. Люди светлой поэзии дивной. Лучше будут они в прозе жизни дремать. И напрасно растрачивать силы. Оттого плачу я, заливаясь слезой. Оттого мне так грустно бывает. Оттого я печален бываю порой. Оттого моя лира рыдает.